здравствуйте мои дорогие девочки и сегодня я хочу снять очередной автовлог и меня посетила такая мысль что давно у нас не было каких-то не то чтобы психологических тем но мне захотелось поделиться с вами некоторым опытом я силу определенных обстоятельств не буду называть имена не буду говорить вам когда именно это было но хочу поделиться своим опытом опытом отношений с мужчиной моральным тираном моральным тираном и наверное как я уже потом начала вообще изучать этот вопрос наверное такого человека можно с точки зрения даже медицины можно назвать настоящим психопатом то есть психопат это не значит как мы все привыкли чтобы это там просто ненормальный человек нет и получилось так что я вот расскажу вам просто наверное как как было у меня какой был опыт и как вообще отличить такого человека как можно скорее его раскусить я расскажу чем у меня закончились такого рода отношения дело в том что сначала когда этот человек появляется в вашей жизни он окружает вас вниманием заботой он надаривает вас скорее всего невероятно ласковыми словами какая вы самая прекрасная замечательная самое лучшая на свете как было собственно говоря у меня то есть человек говорил что я просто обалденная что я там красавица умница что вообще такой женщине как я можно только мечтать какие мужики все вокруг дураки неужели там как они могли недооценить меня если какие-то там были до отношения допустим и вообще я вот просто во всем идеальная женщина и вообще на мне нужно скорее жениться и только так и никак иначе потому что вот я такая вся замечательная и он будет присутствовать везде везде просто будет пытаться как можно если вы там работаете как работала я быстрее назначить встречу на вечер чтобы не дай бог там бы никуда не делись если вы я отказывала то есть я отказывала встречах я не хотела на первоначальном этапе у меня в принципе очень хорошая интуиция и меня он отталкивал то есть вроде что-то в нем понравилось но в то же время как-то у него невероятно было широкая улыбка такой милый заботливый он там самого утра начинал названивать желаю доброе утро и говорят что нужно обязательно желать доброе утро что всем должно быть все во благо добро ла 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 бла бла все вот эти такие словечки и собственно говоря то есть заканчивался вечер также даже если там это сначала не встреча то телефоном звонки звонки а все ли там у тебя в порядке а если тебе что-то нужно ты только скажи там я решу любой вопрос это вот так вот начинается вот за мои взаимоотношения они начинаются таким образом в итоге если как было в моем случае я отталкивала от себя этого мужчину то есть я не хотела с ним общаться и какой-то момент просто с ним договорилась что окей на дружеской волне я готова общаться и мы на дружеской волне начали действительно то есть общаться уже на такой постоянной основе и в итоге получилось так что то есть человек даже во время этой дружбы он постоянно пытался он постоянно мне говорил что как как ему сложно он не может быть не другом потому что там я супер-упер привлекательна сексуальна и ему безумно хочется быть со мной там вот я женщина мечты во мне одни и положительные качества и где я была раньше и почему же он раньше меня не встретил как же так параллельно с этим я него спрашивала так как во первых человек был довольно таки очень состоятельный человек был умен мудрости и ум это разные вещи он не был мудры ну расскажу все постепенно но он был умный то есть понятное дело что дурак не сколотил по себе там состояние и так далее но тем не менее дело даже не в этом то есть он был очень умен он человек расчетливый и сначала поймите вот когда вы видите то есть я не могла я реально не могла я сравнивала там с другими своими отношениями думала господи ну правда мужчина так ко мне относится но параллельно я стала узнавать а почему же почему же у такого замечательного мужчины закончились прошлые отношения вообще кто он что он как он и в этот момент меня очень напрягло когда он стала рассказывать про бывшую девушку с которой он там был пять лет вместе и начал говорить про нее гадости притом в такой форме сначала он пытался это мягко говорить что у мол там не сложилось а потом начал говорить вот какое бы не было бы наше путешествие она там все портила она такая дрянь все поганила я ее вытащил из какашки из полного говна а она неблагодарная она вот жила у нее было абсолютно все потом я через время уже узнала что на самом деле у этой девочки с которой он встречался что все что у нее было это грубо говоря еда и шмотки а так нужно было все делать по дому она была как домхозяйка вы знаете домработница вернее как домработница и при этом ее постоянно унижали и так далее но это уже другой вопрос в итоге то есть меня стало мне стало резать слух я не могла поверить что просто-напросто вот такой замечательный мужчина и вот так вот одни у него отношения потом начал рассказывать кроме в имя своей бывшей жены он в принципе и то про которую он как бы говорил хорошо это я слышала как он там нереально на нее орал потом через время и так далее но суть не опять таки не в этом просто у меня перескакивают мысли и знаете мне это даже больно вспоминать у меня такая эмоциональная эмоциональное пятно и может быть вполне даже что этот человек будет смотреть это видео потому что я знаю что он до сих пор следит за моей жизнью но тем не менее мне все равно пусть слушает и себе я человек сильный я ничего не боюсь и собственно говоря в итоге получилось так что у меня был серьезный выбор то есть шло время у меня был серьезный выбор мне нужно было что-то делать я не знала что делать и честно вам скажу к этим отношениям меня в принципе это как с вещами меня подтолкнула мама но конечно заглядывая вперед я могу сказать что это неплохо на тот момент мне нужны были не важно какие отношения мне нужно было выйти из моего депрессивного состояния ладно мы с вами проговорили первый пункт это то что очень много сначала внимания ласки заботы и второй пункт это собственно говоря обращайте внимание когда он плохо начинает говорить о своих бывших никакой нормальный мужик не будет то есть он не просто говорил плохо о своих бывших он говорил гадости он доставал нижнее белье понимаете то есть это как бы это отвратительно это ужасно и я сразу задумалась о том что если он так говорит о них через время он также будет говорить обо мне и в принципе я слушала как он отзывается о женщинах я где-то на нем была серьезная маска такого доброго добросерден вот прям душевного человека который хочет делать всем только добро всем только помогать что вот он такой самый самый весь лучший на земле и так далее на первом этапе следующее на что я обратила внимание когда мы с ним вот начали видеться по дружески я стала обращать внимание как он себя ведет в кафе меня очень сильно это напрягло в ресторанах в кафе как он себя ведет когда ему приносят еду он всегда в основном просил официанта официант подходил и он начинал рассказывать что это не так приготовлено что это вот сюда он начинал во первых первое умничать показать этому официанту что мол я все знаю и вообще в этом разбираюсь и что вы мне сделали при том что я кушала то же самое это было действительно вкусно нет он начинал первое умничать а второе ему вот нужно было отсчитать кого-то вот этого бедного официанта чтобы обязательно он сказал это шеф-повар потом дождаться что же ему ответят вот это начинать узнавать какие-то нюансы а какой выход продукта ну понимаете то есть те вещи которые когда люди идут в кафе особенно если мужчина идет с девушкой даже если невкусно его не будет волновать и нормальный мужчина не станет пытаться при девушке разбираться за такую мелочь что простите это ты себе не жену всю жизнь выбрал это твой обед нужен всего лишь и даже если тебе не понравилось это не столь страшно ты мне миллионы за это отдаешь и дальше следующий этап когда он расплачивается он долго изучает чек такое ощущение что потому что человек считает в априори что все его хотят обмануть что все его хотят обдури обсчитать потому что соответственно как я понимаю человек сам такой и потом со временем то есть вот он вот это все долго изучает это очень напрягает это мне настолько никогда в жизни так с подружками ни с кем ни с каким мужчиной такого не было да мы можем конечно повстреть у нас были случаи когда правда нам то что-то лишнее добавляли ну просто посмотрели расплатились и все а здесь нам вот эти нюансы прям это меня напрягало и вот когда меня вот это все уже напрягало нужно было и не пытаться даже с этим человеком дружескую какую-то волну переступить он начинает не дай бог вот я заболела тогда помню я приболела он начинает проявлять нереальную заботу и показывать и говорить это человек при том что вот в моем случае верующий в Бога говорит что всем нужно помогать что вот нужно конечно же вот ты вот ты заболела я должен все сделать чтобы ты как можно скорее выздоровела все со своей там со стороны заботиться вот видишь эта болезнь была дана для того чтобы ты увидела мое настоящее к тебе отношение ну и вот так вот после такой болезни после всех разговоров после Дизнета были уговоры быть с ним мне даже в какой-то степени установилось жалко то есть да вот вызывает человек жалость ты думаешь боже мой ну может быть правда может быть я дурочка чушь я прям так вот придираюсь ко всему наверное он правда нормальный мужик и нет никакой этой маски как я думаю что у него там маска это я себе напридумала это я просто уже так не верю мужчинам да все у него нормально и в этот момент очень сильно меня подтолкнула мама потому что он стихаря от меня пытался выйти на контакт с моей мамой он вышел с ней и он умудрился обмануть всех просто на самом деле на первоначальном этапе и мне тоже мама такой замечательный такой хорошая все в итоге действительно мы с ним начали встречаться и у нас с ним была совместная первая поездка то есть грубо говоря до этого мы нигде никогда не оставались вдвоем вот так да чтобы мы практически чтобы прям в отношениях мы были и у нас первая поездка это была такая незапланированная поездочка на несколько дней и нужно было в тот момент бежать дело в том что я сначала опять таки когда я не была с ним в отношениях ну как бы да это некрасиво то есть видно что он такой мужчина гулящий и вот он везде ворочат свою кошку когда у тебя не отношения ты на это не обращаешь внимание потому что тебе все равно на этого мужчину а тут я стала обращать внимание и что он прям знаете заигрывает как-то и наблюдает за моей реакцией и это очень-очень мерзко и когда ты вот в итоге я сейчас в общих чертах вам расскажу я была виновата во всем то есть это мужчина вот такой вот да прям моральный моральный тиран он делает так чтобы вы чувствовали себя всегда виноваты даже если он перед вами виноват он выкрутит все так что вы виноваты он никогда не признает что в чем-то его вина второй момент он будет пытаться вас от всего вашего окружения отделить вплоть до того что настроить очень красиво очень тактично он будет пытаться настроить вас против ваших родителей против близких друзей то есть против вот всего самого близкого окружения потому что ему нужно вас выдернуть из вашей среды нужно чтобы не было никого и чтобы в итоге он будет делать все так что будет показывать что только то есть если первое время он вам говорит о том что вот опять таки да как было в моем случае если он говорил что там какая вся супер сексуальная и как же ему там все хочется то есть если даже в итоге когда доходит до дела даже если первоначально если уже говорить об интимных подробностях у вас там все было хорошо то в итоге это мужчина который будет преподносить все так что ты еще должна заслужить с ним секс понимаете то есть это унижение человек начинает унижать уничтожать и начинает по разным причинам вплоть до того что просто ну ты же ты вообще ты столько времени мне голову морочила говорила что я твой друг а теперь я так считаю теперь я считаю что я твой друг и вот все во мне все там оборвалось ну то есть вот такой бред происходил вы просто не понимаете я не понимала что происходит это это боль это досада у человека миллион правил вот в нашем случае это было миллион правил так не говорим так не делай так то что не одевайся это пол беды еще то есть мне вот это не нравится мне вот то не нравится а почему ты пошла туда почему ты сделала это то есть он мне делал замечание за все я пытаюсь ему помочь и в итоге все начинало переходить то есть после первой серьезной ссоры с его стороны когда я увидела его истинное лицо когда он начал кричать на меня реально начал кричать на меня никто никогда не кричит а тот человек начал на меня кричать вот тогда мне нужно было уже уходить но я подумала то что наверное у него проблемы я не распознала это до конца то есть меня это стало напрягать в итоге каждый день стал превращаться вы знаете в то что меня стали убеждать что мне не нужен youtube что это полная глупость что если я буду его жидой то я просто обязана буду это все бросить что я должна я должна вообще была поменять все я должна была вставать в 5 утра то есть он меня готовил к жизни с собой и когда просто представьте девочка Наташа привыкла что утром мама завтрак ей приготовила папа машинку прогрел выгнал а тут какой-то мужчина ей говорит что ты должна будешь вставать в 5 утра готовить мне завтрак кладить мне рубашки ну то есть казалось бы нормальные вещи но он подчеркивает в 5 утра она должна больше всего делать у него миллион то есть это человек это человек ходячий знаете вот прям хочется сматериться ну писец короче вот говорит что ты и все то есть ты должна ты должна и он постоянно проверяет это выдержишь а ты выдержишь а тебе хочется быть вот этот синдром отличницы хорошей девочкой что сказать да 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 я смогу я смогу а сама уже думаешь да нет наверное нифига не смогу потому что просто что ты не делаешь это все не так это все плохо это все какого хрена ты вообще это сделала например ты пытаешься ему помочь он орет никогда в жизни мне не надо помогать я мужик там то есть ты че меня унижаешь таким образом каким и это делается при других людях а когда тебя унижают еще при других людях поверьте это так больно это ужас это просто и то есть это а я не промолчу это все переходит в какую-то в итоге ругань но я никогда не ругаюсь на людях то есть потом уже в закрытом так скажем помещении вдвоем потом этому человеку будет становиться жутко плохо он будет говорить что это вы его довели только вы никто а сам в душе он будет смеяться ему будет по кайфу что он поиздевался вот так вот он действительно от этого будет балдеть и в итоге у меня каждый день превращался в какой-то я знала что вечер закончится тем что я приеду домой и буду плакать что я уткнусь в подушку и буду плакать что мне будет плохо что я действительно перестала ну намного меньше стала общаться со своими друзьями с кем-то что-то ну то есть это было вы знаете это было такое внутреннее состояние когда что мы не сделаем куда мы не пойдем не поедем я знала что все закончится все равно руганю мне уже не хотелось никуда выезжать то есть это был метод кнута и пряника он иногда может сказать то что вот мне вот это очень нравится а потом опять преподнести так что ты дар вообще то что для него ты досталась вернее что он тебе достался это просто тебе не сказано повезло что так как бы ты вообще ты кто у него уже все разговоры там про женщину еще про что-то начинают сводиться к тому что ну ты-то не исправилась ну ты-то это не сделала ты это не сделала и ты опять взялась за свое и как мы можем быть тогда вместе то есть это происходит я же говорю не просто вот какие-то унижения а это просто тебя человек ломает вот ломает я сильная а он меня пытается сломать как можно больше и сделать под себя вот полностью прогнуть под себя и в итоге просто в один момент знаете я испугалась я начала думать о том а что дальше окей я сейчас пытаюсь показать что я во всем исправляюсь я это делаю и то делаю а что дальше только он чем-то опять недоволен опять все плохо опять эти руганьи опять эти скандалы опять эти концерты опять испорченная где-нибудь поездка как он помните в начале разговора когда он говорил что его девушка портила все поездки он портил наше последнее руганье в поездке вообще что послужило окончательным таким так скажем ну вот из-за чего в принципе я поняла что все надо бежать надо бежать просто от него как можно дальше да не нужен мне нормальный самодостаточной девчонки такой мужик да еще важный момент если первое время он пытался где-то кичиться даже деньгами то есть где-то что-то для вас сделать где-то мол вот тебе вот надо вот это сделать и пытаться помочь то дальше вы увидите что этот человек жутко жадный жутко жадный он будет считать в прямом смысле каждую копейку и он вам не даст ни копейки как он сам рассказывал живя с девушкой у нее не было вообще своих она не работала то есть она занималась полностью домом но у нее не было ни копейки своих денег ну все что нужно что там трусы я и могу вместе с ней купить понимаете и это жутко это просто жутко это так нельзя это семью с таким человеком строить нельзя и все потому что это испорченная испорченная полностью жизнь никак иначе и в итоге просто мы были не успев приехать что-то была какая-то дискотека мы шли и он повернулся шла девушка он встал так посмотрел ей вслед провернул то есть я иду он остановился меня это жутко задело я говорю а зачем ты вообще со мной я говорю голову не сверни зачем ты вообще со мной говорю вот столько девчонок пожалуйста зачем мне голову морочить и он мы всю ночь ругались вы не представляете как мы ругались то есть я была виновата в том что я так сказала я была виновата что я опять все порчу что я глупая что я там дура что у меня никогда не будет личной жизни потому что вот я не умею я вообще ничего в этой жизни не смыслю понимаете то есть это в итоге все равно была виновата я но это в итоге не там сколько времени мы были вместе это было мучение потому что я каждый день реально плакала мне каждый день было плохо ему типа плохо но на самом деле было мне очень плохо и я еще сразу сказала что знаешь дорогой все это все просто вот возвращаемся и это все больше меня в твоей жизни и не будет он думал что это уже просто один раз такое было он все равно мне там успел на уши опять присесть и я опять всему поверила нет я сдержала свое слово этот человек до сих пор сейчас со мной пытается общаться как бы на дружеской волне но мы приехали и на самом деле буквально там чуть-чуть просто пообщались я все в шуточке при бауточке свела и решила что ну просто все поэтому я надеюсь что ни у кого в жизни не будет такого человека не портите девчонки пожалуйста себе жизнь если вы сейчас находитесь таким человеком да уходите нафиг от него не это я вот обрисовала сейчас вкратце это все вы не представляете что было со мной я как зомби была я реально была как зомби то есть ты боишься сказать сделать что-то потому что ты не знаешь откуда тебе прилетит все все равно будет что бы ты идеально не делала все будет не так и тебя будут убеждать какая ты не такая и как тебе нужно меняться что он человек идеальный а вот ты нет ты нет и все поэтому знаете лучше быть одной чем с кем попало и вообще абсолютно не ничего такого человека не нужно ничего не захочется поэтому будьте избирательны и если на самом деле вот вы с таким это я кстати у кого-то видео кусочек видела прям про мужчину психопата надо посмотреть до конца это видео случайно на ютюбе выпало буквально несколько дней назад кстати название такое было даже вот не помню ну какой-то или начинающий блогер или не знаю мне как-то вспомнилось сразу моя история и захотелось об этом рассказать потому что реально как вот я читала что психопаты это вот такие вот люди они умные они расчетливые они просто ищут себе жертву то есть им важна жертва за счет которой они будут подпитываться ладно я стою уже около работы пошла я работать пишите пожалуйста вообще свое мнение были ли у вас такие отношения какие-то вот где вы вас жертвой пытались все время да как бы вы чувствовали себя жертвой какой-то был ли у вас тиран или может быть вы сейчас находитесь в таких отношениях и не знаете как из них выйти я буду рада почитать все комментарии спасибо за просмотр до новых видео пока пока пока